Эта площадь называется площадью Гамаля Абдул-Нассара. В свое время его поддерживала большая часть населения. Любили этого египетского президента. Справа у меня дом времен Турецкой империи. Где оригинальное дерево балкона сохранилось только в верхней части. Низ заменили, немножко промахнулись с цветом. Но стив тот же. Это, наверное, самая живописная улица города. Вымощенная мостовая. Красивые фонарики. Старые дома. Есть один, конечно, большой минус. Это вывески. Они не унифицированы, они разные. Это не придает красивого вида. В конце. Улица выходит на турецкий сарай, дворец. Это дом приемов гостей. И резиденция правителя города. Регулинатора того времени. Во время второй запады там находился полицейский штаб. Сейчас здание используется Красным Крестом как ревьючный центр. И еще, я перестал говорить. И скорее всего, это та, которая продавалась. потому что модель 3 старая сейчас посмотрим по передней решетке что это не решетка заменена другами так вот вернемся к османским сарае здание используется как прививочный центр и центр по приему туристов в городе почти нет из-за отсутствия либо вообще рекламы также иногда в нем проходят выставки для местных продуктов продукции справа от меня зданием музея краеведческого ранее здание было домом мэра или губернатора опять же отманского какое-то время здание использовалось как почта что-то можно купить еще одну деталь вот эту лампочку Сейчас посмотрим сарай сзади. Видео из музея есть у меня в инстаграме, не 360 градусов обычное, можно посмотреть. Оно висит где-то в сохраненных историях, этот блок истории будет называться только армадин, два, три, четыре, в таком виде. Все сохраненные истории, сохраненные по городам. Вспомним, что нужно разменять в доллары валюты, чтобы оплатить неустойки по карте. Сейчас вернемся и пройдем по улице, которая когда-то принадлежала нашей семье. Вся ее часть. Там находилось всего два дома. Дом губернатора. Ну уже другого, каждый строил себе что-то новое. Красивый большой дом. Поднесенный забором. С маленькими подсобными помещениями для охраны. Дом прадеда, который протягивался на всю улицу. С маленькими магазинчиками. הגр Esperневой. Угогов. Продолжение следует...